Площадь в десятки квадратных метров этот киоск занимает незаконно. Здесь он стоит около 10 лет. Витрины под завязку забиты продуктами и алкоголем, на продажу которого у владельца нет лицензии. Попасть внутрь удается лишь вместе с полицией. Хозяин настроен недружелюбно. По данным правоохранителей его уже не раз предупреждали и требовали свернуть незаконную деятельность. Даже составили пять административных протоколов. Времени понадобилось намного больше. Товаром пришлось заполнить целую газель. Что касается алкоголя, его набралось около тонны. Горячительное изъяли и отправили на экспертизу. Если выяснится, что оно некачественное, хозяина могут привлечь к уголовной ответственности. А пока ему предстоит оплатить транспортные расходы за вывоз киоска и штраф до 400 тысяч рублей. До 6 мая полицейские совместно с городскими властями планируют ликвидировать в общей сложности почти 90 незаконно установленных киосков, торгующих алкоголем без лицензии. Это позволит не только сделать торговлю цивилизованной, но и снизить количество уличных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. С начала года их произошло почти 500. У нас прям все это происходит под окнами. Летом вот и стрельба начнется, и беготня начнется. Здесь все. У нас здесь и пятийных заведений, море так, официальных. Зачем еще здесь вот эти вот держать? Я не понимаю. Убирать. Однозначно убирать. Давайте будем чистоту такую наводить. В этом году совместными усилиями полиции и городских властей с улиц Самары вывезено уже более 40 незаконно установленных киосков. Павел Бимаков, Максим Гусев. События.